Привет, друзья! Сегодня ранним утром я приехал на виноградник, винодела Вадима Бердяева. И заодно покажу вам винную деревню. Она располагается на половине пути между Гастагаем, вот он в той стороне, и Юровкой. Юровкой. Вот здесь через 100 метров начинается первомайский карьер, где добывают щебень. Пять лет назад здесь были установлены вот такие ворота. Пять с половиной лет назад первые виноградники были посажены кооперативом виноделов, которые назвали себя винная деревня. Смотрите, какая красота сделана за все эти годы, в том числе Бордовская башня, несколько виноделин. Ну и главное, что вырос виноград. Первый раз я здесь побывал в ноябре, в декабре 2014 года, только были отсыпаны дороги, конечно, не такие. Вот здесь даже бетонная площадка, вот там вдали первая винодельня. Здесь еще строятся фермерские дома. Красавица Бордовская башня. Основатель кооператива Геннадий Апарин мечтал, что о начале сбора винограда по французским традициям будут с нее кричать. Ну, производить всякие разные манипуляции, жертвоприлошения. Вот вам Кубанская земля. Ладонь пролазит в трещины земли. Начало августа. Ну, собственно говоря, они появляются уже в июле. Специально искать не надо. Поэтому вот пшеницу убирают в этих краях в середине июня, в конце июня уже косят. И когда идешь потом по полю, вот такие вот трещины все. Несмотря на то, что густая пшеница, с зимы растет. У нас на Кубани жарище стоит 35-36 тени. И с утра пораньше. Кстати, жара уже начинается. 7 часов утра. Я уже час нахожусь на винограднике в винной деревне. Хотел вам показать красоты между делом. Господи, башню даже не могу. Все, солнце уже слепит. В 2014 году приняли решение. Мужики собрались. Попросили у краевой администрации землю. 24 виноградаря. И начали обустроить вот этот кусок земли. Южный склон около реки Шкуратки. В феврале 2015 года были посажены первые виноградники. А теперь здесь уже есть первое вино. Много виноградников. И вот есть такая Бордовская башня. Созданная как объект туристического показа. Который пока не стал популярным. Да и в условиях пандемии много туристов не найдешь. Друженики поехали обрабатывать виноград. Кооператоры эти энергичные. 5 лет назад или 4 года назад Они привозили сюда даже членов Совета Федерации. И они посажали тут туи. Но вот мне кажется, одна единственная осталась живая. Ну, мало ли чего предполагали. Жизнь развивалась так, что здесь стал и хоз двор. И все основные. Пока не было никаких дорог, конечно. И вся техника, и все-все здесь было. Сейчас поднимусь на башню. Покажу вам красоты. Вот как это называется. Сельскохозяйственный потребительский кооператив. Второй винодельческий кооператив. СПК второй. Ну, вот эти все юридические формы. Они такие, что они меняются. Для решения каких-то проблем. Это водонапорная башня. Само собой. Карта. Карта полей кооператива. Черт, ногу сломит тут. О, ну вот здесь уже на третьем этаже пошли красоты. Декоративные столбы. Так, поднимемся еще выше. Ну вот, виноградник, из которого я шел к башне. Такая красота. Вот, Вадим остановился. Может быть, трактор перегрелся. Может быть, подтянуть что надо. В винной деревне много хозяев, много работников. У всех разные возможности. У всех разные идеи. Вот видите, слева карта винограда. Один посадил, значит, поперек. Другой посадил вдоль. Ну вот, это их выбор. Ну, это оба виноградника ухоженные. Просто на одном не видно полосок, поскольку поперек идет. Вот, виноградники в разном состоянии, потому что и деньги, и возможности, и время у людей разные. И саженцы у всех разные. Во всяком случае, земля эта ухоженная. Виноградники растут. Ну, вот кусочек какой-то. Не знаю, может быть, там мочар какой-то. Почему он не распаханный, не посаженный. Может быть, из чего какая-то причина. Во всяком случае, если кого-то привлекает такая возможность стать членом такого кооператива, то есть паи свободные, и хозяева готовы их продать. Ну, правда, я знаю только один такой случай. Ну, надо обращаться. О, создана инфраструктура. Будет к вашим услугам. Конечно, бесплатно ничего не бывает. Вот самая первая винодельня. Теперь их уже несколько здесь. И там вдали, за лесополосой, которую виноделы тоже сильно проредили, поскольку из нее ползла акация на поля. Вот за этой лесополосой находится автодорога Гастагай-Юровка. Или если вы едете через Гастагай на Крым, то вот эта вот дорога тоже она и есть. Дорога из Гастагая на Юровку, на Джигинку, на Темрюк. Ну, и повторюсь еще раз, что вся эта жизнь зародилась здесь не так давно. Всего лишь пять лет назад. Пять с половиной лет назад. В феврале 2015 года первые саженцы нового кооператива были посажены в эту землю. А с тех пор построены десятки дорог, проведен водопровод, проведены электросети. Ну, электричество здесь было проведено вообще пять лет назад уже. Вот. Приобретены десятки единиц техники, сотни единиц прицепных всяких устройств для обработки, сотни емкостей для химпрепаратов для обработки винограда и десятки цистерн для вина. Вино здесь уже ставят, да. Ну, вернее, из этого винограда эти виноделы уже все проглашают. Одно из немногих мест в Анапе. В Анапе сегодня вообще нет ни одного винозавода. А это место, где делают натуральное вино, конечно. Вот справа вам виноградник по колхозному, бедный. И вот богатый, из железных полей, молодой виноградник. Поставили уже на шпальеру. У каждого своя история. У каждого свое время. Время вообще вещь загадочная, необъяснимая и неподвластная человеку. Вот они разные участки, совершенно разные. Люди разные и виноградники разные. Ну, вот и все. Закончилась наша утренняя экскурсия. Собственно говоря, я приезжал, чтобы снять ролик о виноделе Бердяеве, который мне симпатичен как земляк из Сибири. Но ролик будет гораздо попозже, когда я побываю у него на винодельне. Покажу, тогда все сделаю. Ну, а пока просто вот с утра в винной деревне. Всего доброго, хорошего дня!